Реал «Тихие воды» В главной роли Хулио Хименес В фильме снимались Хуан Карлос Гутьерес, Хуан Себастьян Аракон, Луи Джей Карди Патрисия Мальдунадо, Маргарита Ортега, Анна Мария Кампер Фабиана Медина, Констанция Гутьерес А также Карлос Комготе, Патрисия Эрколя И Хулио Медина Режиссер Ауреллио Валькарсель Карлос Здесь очень приятное место, не так ли? Я часто прихожу сюда Нам тоже здесь нравится, Крусия Вам очень идет эта гвоздика в петлице Хотя я предполагала, что она будет красной Если вы вы почитаете красную, я поменяю Нет, нет, и так хорошо Я вас такими представляла Отшельник Я окажусь вам отшельником? Химена, мне нужно с тобой поговорить Химена? Какая Химена? Простите, сеньор, но я не одна и не жру говорить с незнакомцем Химена, не выводи меня из себя Сеньорита зовут не Химена Не приставайте к ней, сеньор Я не пристаю Я хочу поговорить с ней Зачем? Вы разве не верите, что мы с нами? Мы пришли вместе Я тебе так благодарна, что ты меня защищаешь Отшельник, ты истинный джентльмен Таким я тебе и представляла по письмам По каким письмам, Крусия? Сеньора все перепутано Сделай одолжение, Химена, идем со мной Послушайте, сеньор, уважаете даму? У дамы свидание со мной Верно, у меня свидание, но с джентльменом в черном костюме, с гвоздикой в петлице Я отшельник, а ты никакая не Крусия Медина Я Крусия Медина, а ты никакой не отшельник Хорошо, я не отшельник, я Оскар Рейс, а ты Химена Лизондо, моя жена Жена? Это правда? Сегодня вечером я Крусия Медина, а его я не знаю Он не в черном костюме и без гвоздики в петлице Химена, пошли со мной Настаффи, кажется, может они и правда? Муж и жена, не будем мешиваться? Это уже слишком Как ты со мной поступаешь? К твоему сведению Я отшельник, который посылал тебе письма на радио Хотя дед не так, как обещал Ты меня разочаровываешь, Оскар Ты далеко не так красив, как тот парень Наш брак будет немедленно расторгнут Я только хотел убедиться в том, сможешь ли ты пойти на свидание с незнакомым Хорошо, что мы положим всему конец Сожалею, что я была замужем за мужчину, который прибегает к анонимкам К твоему сведению, я поняла, кто такой отшельник, когда ты упомянул о фиалковом запахе Значит, ты надо мной смеялась? Что еще я могла делать с таким наглецом, как ты? Они муж и жена, Хайме Я требую уважения, Оскар Так же, как и я, Химена Синьоры, прошу вас Будьте сдержанны Иначе вам придется покинуть это заведение Не хватало еще, чтобы меня выгоняли Я достойный человек А не какой-то отшельник А я дама, которая умеет вести себя в любом месте Я не крутия, Медина Ты смешна Достаточно было прочитать слащавые фразы, которые ты использовала в своих письмах Похоже, к тебе прилипла пошлость радионовелл, с которыми ты работаешь Ты тоже хороший, Оскар, за своими вычурными, безвкусными посланиями Но ты таяла от них, пока не заметила ошибку, которую я допустил, упомянув о злосчастном фиалковом запахе Кстати, у меня аллергия на этот запах А одеколон, которым ты пользуешься, вызывает у меня тошноту Ты предпочитаешь запах пота каменщика? Да, сеньор, я предпочитаю каменщика Ты посмотри на нее фурию А я предпочитаю простую, неряшливую женщину, какой ты была, когда работала в пекарне И он от нее не отстает, настоящий мужелан Чего ты добиваешься, Оскар? Ты думал, что можешь снова завоевать меня, используя ту же тактику, как и в начале нашего знакомства? Разумеется, ты же нахар А ты пошляп Который может пудрить мозги таким дуром, как ты Администратор предупреждает, если вы будете так себя вести, вам придется покинуть это заведение Я сожалею Это произошло случайно Я тоже сожалею Больше этого не повторится Лайш, если хорошенько подумать, я не женюсь, Хайма Я думаю, то же самое, брак, слишком сложная штука, Карлос Я пришел на это свидание не для того, чтобы поясничать, а потому что мне нужно решить серьезные вопросы А почему, по-твоему, я здесь? Если я и решила включиться в твою игру, то лишь потому, что мне нужно сказать тебе нечто важное Последнее письмо, которое ты прислала, было очень страстным Ты его писала, думая обо мне или об отшельнике? Разумеется, я думала о тебе, потому что когда я поняла, что ты и есть отшельник, то я решила дать тебе урок Я бы хотел, чтобы все написано и там было правдой Ты мне очень нужна, Химин Все это время я думал только о тебе Хотя мог найти другую женщину Я тоже могла найти другого Такая возможность у меня была Некоторые твои фразы мне понравились, не могу отрицать И мне понравились тоже Все мужчины одинаковые Вы считаете, если женщина уступает перед соблазном, то все улажено? Нет, Оскар, ничего не улажено, слышишь? Меня привел сюда другой интерес, а вовсе не желание помириться Я должна предупредить об опасности, которая тебя подстерегает О чем ты говоришь? Боюсь, вы с Хуаном можете все потерять Дети Марухи и Расури собираются отсудить у вас ее наследство Что за глупость? Если ты считаешь, что это глупость, я ничего не скажу Буду молчать и пусть скандал застегнет вас в разговор Ты никуда не уйдешь До тех пор, пока не объяснишься Я сделаю это, когда ты меня отпустишь Администратор просит уважать это заведение Иначе нам придется покинуть ваш ресторан Можете не продолжать Но сейчас мы с женой собираемся потанцевать В чем дело, Химин? Что ты хочешь мне сказать? Ты что, а не мело? Я не знаю, чего начать, Оскар Это непросто Кроме того, здесь не самое подходящее место, чтобы говорить на такую деликатную тему Давай уйдем отсюда А то я встал нервничать Нет, нет, Оскар, я никуда с тобой не пойду Я выйду отсюда одна Ты пойдешь со мной прямо сейчас, так что бери пальто и сумку Они у меня в руках, ты что, не видишь? Администратор посылает вам бутылку вина Это подарок от заведения Скажите администратору, что он очень любезен, но мы с женой больше не будем продолжать спектакль Мы сейчас же уходим Оскар, не тащи меня Я же говорил, брак очень сложная штука, мой уважаемый Хаймер Отпусти меня, Оскар Я же не кукла, а человек Ты моя жена и поедешь со мной И расскажешь мне все, не упустив ни единой детали Если ты и правда что-то знаешь То выкладывай на чистоту, все как есть Просто возмутительно, что вы привезли меня в это место Мы уже поужинали Так что поехали домой После еды хорошо пропустить пару лемочек, Ракель Разве я алкоголичка? Мне вовсе не нужно пить Тем более в этом баре Куда не войдет уважающая себя дама Ноги моей не будет в подобном заведении Я согласен, вы уважаемые люди И не должны появляться в злачных местах Вы хотите нас развратить? Вот это ты похож на манерную девочку Когда мы туда воедем, вы поймете, что там нет ничего плохого Я только хочу проститься с Фернандо и Пепитой Они мои хорошие друзья Если так, почему ты не пойдешь одна? Просто мы хотим, чтобы Рут отвлеклась Тетя Ракель и вышла из этой депрессии В которой пребывает Такое ощущение, что завтра она отправляется не в путешествие На гильотину, как Анна Малина Ради Бога, Леандра на гильотине умерла за полюбодеяния Анна Болен Ну, уже Ракелин Всего несколько минут, чтобы наш последний вечер в городе прошел весело Я уверена, Рут это пойдет на пользу Рут, тебе бы хотелось пойти в этот притон? Честно говоря, мне бы хотелось проститься с Фернандо Но если ты против, мы не пойдем Я хочу одного приехать домой и немного отдохнуть Хорошо, хорошо Зайдем, но только на несколько минут и предупреждаю Если я увижу что-то непотребное, мы немедленно уйдем Фернандо, ты правда думаешь, что должен быть в доме Дони Габриэллы? После разговора с ней, я в этом уверен Я не могу быть спокоен, зная, что в любой момент может прийти Камила Монтеро От этого мерзавца можно ждать худшего Так что не сомневайся, иди, я сама справлюсь Ты питаешь сегодня слишком много клиентов, а ты должна петь Фернандо, может у меня галлюцинация? Посмотри, кто пришел Дони Ракель? Не могу поверить Оскар, пожалуйста, не целуй меня, ты не имеешь на это права У меня есть все права, потому что ты моя жена Кроме того, не отрицай, это была твоя идея увидеться со мной Никакой идеи, Оскар, тебе и Хуану угрожает опасность Меня это не волнует, если ты рядом Оскар, вы можете все потерять Меня это мало волнует, когда мы вместе Оскар, прошу тебя Синьора Габриэла Зря вы сидите здесь Тут очень холодно, вы можете простудиться Я хочу подождать Химена Она скоро придет Идите в свою комнату Я вам сообщу о ее приходе Хоть бы она позвонила И рассказала, где ее можно найти Вы не знаете телефона на радиостанции? Нет, синьора Он должно быть в ее записной книжке Она лежит на ночном столике Я хочу подождать Химена Я хочу подождать Химена Я хочу подождать Химена Я хочу подождать Химена со мной. Буду ждать тебя в салоне Диана в ближайший четверг в восемь часов вечера. Чтобы ты меня узнала, я оденусь, как и ты. Я буду в черном костюме с гвоздикой в петлице пиджака. В ожидании встречи с тобой прощаюсь, твой любящий отшельник. Что это? Не могу поверить, чтобы Химена так опустилась. Неужели она пошла на свидание с незнакомцем? Куда ты меня везешь, Оскар? Мне нужно вернуться домой. Оскар, ты меня не слышишь? Будь любезен, отвези меня домой, потому что мама волнуется. Я хочу вернуться домой, Оскар. Я хочу вернуться домой. Такие зрелища нет для меня. Это неприлично. Лин, перестань ворчать хотя бы на несколько минут. Что ты видишь неприличного в этих девушках? Они публично показывают свои ноги. Уважающая себя сеньорита показывает их мужу и только после свадьбы. Какая тоска с этим пещерным толстяком. Я согласилась войти, поскольку вы обещали, что простите с Фернандой и Пепитой. Давайте, прощайтесь, и мы немедленно уходим. Если доня Ракель чувствует себя плохо, не заставляйте здесь оставаться. В любом случае, мы вам бесконечно благодарны за то, что вы пришли попрощаться с нами, но пожалуйста, не огорчайте ее. Это наш последний вечер, и я хочу унести приятные воспоминания. Пожалуйста, позвольте мне допить бокал. Можно? Давайте, Валентина, не напивайся. Завтра нам рано вставать. Мама, пусть она допьет свой бокал. Я сделала это ради тебя, дочка, потому что ты была такой подавленной. Я бы все сделала, лишь бы взбодрить тебя, но вижу, ничего не помогает. И правда, Руд, ты такая поникшая. У меня есть на то причина пипит. Если бы не случилось то, что произошло, я бы никогда не уехала. Руд, прежде чем вы уйдете, я бы хотел поговорить с тобой. Фернандо, прошу тебя, не делай этого. Это мой долг. Есть вещи, о которых нельзя молчать, Пипита. Руд, ты можешь пройти с нами? Фернандо, они торопятся. Оставь их в покое. Раз они завтра уезжают, зачем что-то говорить? Не отговаривай его, пипит. Раз Фернандо хочет что-то сказать, пусть скажет. Идем, Фернандо. Черт. Что хочет сказать Фернандо? Почему бы тебе не выпить, пока не разговаривает тетя Ракеля? Это успокоит и нервы. Мне ничего не нужно. Ты знаешь, я не выношу запаха алкоголя. Какой ужас. Эти девушки полураздетые. Могли бы прикрыться немного больше, чтобы не оскорблять клиентов. В чем дело, Фернандо? Что ты хотел мне сказать? Мне очень неудобно перед тобой. В какой-то степени я виновен в этой проблеме. В какой проблеме? Я тебе заверил, что Думиан и Мелисса нас обманывали. Но теперь, когда ты решил уехать, я должен открыть тебе правду. Не понимаю, Фернандо, о какой правде ты говоришь? Не знаю, правильно ли я поступаю, но мне необходимо оправдаться перед тобой. Ни Думиан, ни Мелисса нас не обманывают, потому что между ними никогда не было любовной связи. Почему ты так говоришь, Фернандо? Да я не понимаю. Они брат и сестра. И никогда не были любовными. Мелисса и Думиан брат и сестра. Что с тобой, Хуан? Не могу уснуть. Решил спуститься, чтобы не мешать тебе спокойно спать. Честно говоря, несмотря на происходящее, я очень нервничаю из-за Оскара. Я видела, как он уходил элегантно одетым. Ты знаешь, куда он пошел? Он сказал, что встречается с твоей сестрой Хименой. Похоже, тебя это не удивило? Да, я знала об этом. Мне сказала Химена. Ей нужно поговорить с ним, чтобы предупредить. Предупредить о чем? Тебе все расскажет Оскар, когда вернется. Что ты от меня скрываешь? София, если ты что-то знаешь, скажи мне. Будет лучше, если ты услышишь об этом от Оскара. Я уверена, что Химена ему все скажет. Я уверен в одном. Эта парочка окончательно поссорится, потому что Оскар ушел очень взвинченным, с намерением положить конец их отношения. Если была какая-то надежда на примирение, то сегодня она исчезнет. Уверен, сейчас они дерутся, как кошка с собакой. Я не должна этого делать. Не должна. Не знаю, как я могла позволить. Ты должна была позволить. Помимо того, что ты моя жена, я знаю, тебе это нравится. Ты сказал, что мои духи вызывают у тебя ледгию. Они сводят меня с ума, Химена. Сводят с ума, как и в первый раз. В первый раз я никогда никому не принадлежала, но мне бы хотелось попробовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Химена. Субтитры создавал DimaTorzok Кирилл, я люблю тебя. Для меня никогда не существовало другой женщины. Никогда. Ты меня любишь, несмотря на то, что я на холке? Я люблю тебя такой, какой ты есть. Мне не нужно другой. Я люблю тебя, Химина. Люблю так, как не смогу полюбить ни одну женщину. С ней что-то случилось. Я чувствую, что что-то случилось. Это ненормально, что она не вернулась ночевать. Эва, она попала в беду. Доня Габриэлла, постарайтесь успокоиться. Как я могу успокоиться, знаю, что Камила способен устроиться под нее и причинить ей бред. Что тебя заставляет так думать? Анонимка, которую я нашла в ее комнате. Она подписана человеком, называющим себя отшельником. Он назначил свидание Химина в салоне Диана в восемь часов вечера. Как ты посмела читать письма Химина? Это не тактично. Тактично или не тактично, я должна была это сделать, потому что речь идет о безопасности моей дочери. И я позвоню в полицию. Подожди, не торопись. Папа Химина не пришла ночевать. Я не знаю, где она. Или ты считаешь, я буду сидеть на жаруке? Никому не звони. Прежде расскажи о письме, которое ты нашла. Оскар, ты думаешь, очень поздно. Который час? Половина восьмого. Боже мой. Я же не позвонила домой, Оскар. Представляю, как нервничает мама. Господи, что делать? Что делать? Для начала успокойся. Потом позвонишь. Здесь есть телефон? Да. Я знал, что она переписывалась с поклонником, который писал ей на радио, но даже не предполагал нечто подобное. Думаю, мы должны выяснить, где она находится без участия в полиции. Сначала дай мне позвонить на радио. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Химена, ради Бога, где ты находишься? Почему не ночевала дома? Мы места себе не находим, особенно твоя мама. Дай мне, папа. Химена. Ради Бога, что с тобой? Мама, во-первых, умоляю тебя, обо мне не беспокойся. Я в полном порядке. Со мной ничего не случилось. Я объясню все подробно, когда вернусь. Примерно через час. Хорошо. Объяснить? Объяснить. Объяснить. Что? Боже мой, какое безрассудство. Только я могла совершить подобное. Представляю, как она нервничала. Мама не простит, что я провела ночью в отеле в обществе мужчины, называющего себя отшельником. Меня зовут не отшельник. Я Оскар, твой муж. И тебе не зачем скрывать правду. Отель. Как ты посмел привезти меня сюда? Не вали все на меня. Ты сама согласилась поехать. Полагаю, тебе привычно посещать в отеле. Сколько женщин здесь с тобой побывало? О чем ты говоришь, Химена? Я впервые приехал сюда. Остановился, потому что увидел мотель, когда мы проезжали мимо. Прошу тебя, не порт своими комментариями то хорошее, что между нами было. Теперь ты говоришь, как хорошо нам было. Тебя интересует лишь момент удовольствия со мной. Химена, не будь пошлой. Признайся, ты тоже ждала этой встречи. Даже придумала, что нам с Хуаном угрожает опасность. Это правда. И имеет отношение к Дамиану и Мелисе. К Дамиану и Мелисе? Да. Причем, где Сеня, почему-то о них вспомнила. Дамиану и Мелисе, брат и сестра. Ты заслала с ума, что за глупость? Нет, Оскар. Дамиану и Мелисе, брат и сестра. Но гораздо хуже то, что они дети Марухи и Расури. Тебе нравится, что ты несешь? Это правда. Более того, они пытаются востребовать деньги, которые оставила их мать. Поэтому я и сказала, что ты с братом можете оказаться на улице. Нет, не нужно оправдывать моего брата, потому что он безответственный и не понимает, что творит. Мало того, что не пришел ночевать, так еще до сих пор не подает признаков жизни. Да, успокойся, Хуан. Ты не сможешь работать, потому что слишком нервничаешь. Но, по крайней мере, мог бы взять на себя труд и позвонить, чтобы сказать, как прошла встреча с Еминой. Видел он ее или нет? Я попробую с ней связаться, может, что и выясню. Но прошу тебя, не заражай меня своей нервозностью, а то мне тоже неспокойно, Хуан. Если что-нибудь узнаешь, сразу мне сообщи. Дон Хуанита, подождите. Пришел сеньор, он спрашивает вас и дону Аскарито. Кто он? Сказал, что пришел из суда. И назвал имя, но я не поняла. Добрый день. Добрый день, что желаете? Меня зовут Эстебан Котой, я из суда. Из суда? Чем можем служить? Я ищу дона Хуана и дона Оскар Рейсов. Я Хуан Рейс. Оскар мой брат, но его нету. Будьте так любезны, уделите мне немного времени. Я принес извещение вам и вашему брату, поскольку против вас возбуждено дело. Возбуждено дело? Против меня и Оскар возбуждено дело? Нет, Химена, не могу поверить тому, что ты говоришь. Это полная чушь. Химена, посмотри мне в глаза. Скажи честно, это ложь? Ты решила пошутить надо мной? Оскар, ради бога, я тебя не обманывала. Это правда. Я ничего не придумала. У меня появились подозрения, когда я узнала, что Дамиан сын мага и амбициозная женщина, которой могла быть Маруха и Расури. Потом узнала, что Мелисса Маура живет в доме, который принадлежал этой сериоре. А Дамиан и Мелисса брат и сестра. Нужны еще доказательства? От этой новости можно сойти с ума. Почему ты мне ничего не сказала, как только начала подозревать? Потому что я сомневалась, а теперь уверена, я сочла своим домом рассказать тебе об этом. Я поняла, что должна быть рядом с тобой, как София рядом с Хуаном. Я не могу оставаться безразличной тогда, когда у тебя такие проблемы. Я тебе благодарен, Химена. Не представляешь, как я тебе благодарен. Но в любом случае, если это правда, они ни на что не могут претендовать. О, Оскар. Мы с Хуаном не присвоили себе это состояние. Его оставил нам наш брат Франко. Если ты хочешь все обсудить, давай сделаем это по дороге, потому что нам пора уезжать. Химена. С проблемами или без них ты мне нужна. Я хочу, чтобы ты всегда был рядом со мной. Всегда. Это самое абсурдное всего, что я когда-либо видел. О чем речь, Хуан? Это копия риска. Суд обязан проинформировать сеньора, кто и за что подает на него в суд. Кристиан и Мелисса Феррер требуют аннулировать документы, согласно которым на нас было переведено состояние их матери, Марухи и Расуи. Кстати, они обвиняют нас в незаконном присвоении состояния в покушении на жизнь этой сеньоры. И можешь найти смысл в этой чепухе? Во-первых, кто они такие? Кто это? Кристиан и Мелисса Феррер? Вы только что прочитали. Они дети сеньоры Марухи и Расуи и борются за свои права. Боже правый! С чего вы взяли, что у этой сеньоры были дети? Ведь она была одинокая. Вы все это выдумали, чтобы помучить дону Хуаниту. Никто ничего не выдумывает, потому что они действительно дети Марухи и Расуи. Мелисса, подруга Фернандо, и Кристиан никто иной, как Демиан Феррер. Ты об этом знала, София? Ты знала? Мне рассказала Химена. Она просила молчать Фуант, потому что собиралась объяснить все это Оскару. Думаю, она это уже сделала. Не могу поверить. Это тыска, какой-то абсурд. Сеньор Рейс, будьте любезны, подпишите извещение. Честно говоря, я очень спешу, меня ждут другие дела. Советую вам найти хорошего адвоката, который бы вас представлял. У вас есть пять дней, чтобы ответить на искристи Анны и Мелисса Феррер. Ты очень бледная. У тебя нужно что-нибудь выпить. Нет, нет, я в порядке. Мне нужно как можно скорее вернуться домой. Если хочешь, зайдем надолго в ресторан и поедим. Ты хорошо себя чувствуешь? Да. Просто нервничаю, но все хорошо. Я собираюсь остаться здесь на пару дней. Скажите Дону Фермино, чтобы меня никто не беспокоил. Спасибо. Этот негодяй здесь, в этом отеле. Идем быстрее. Он не должен нас верить. Наша встреча не была случайной. Теперь я понимаю, что все было спланировано Дамианом с целью войти в этот дом и подружиться с нами. Теперь ясно, почему он так легко нашел вход в подвал, где ты оказалась запертой. Он прекрасно знал этот дом, так же, как и его сестра Мелисса. Это они были монстрами, бродившими по дому. Им принадлежали маски, которые мы нашли. Хуан, прошу тебя. Нет, этот сеньор всегда казался странным. Он запудрил мне мозги рассказами об иностранных фирмах, которые представлял, и я попался как дурак. Оскар единственный, кто ему не доверял. Потому что он умнее всех нас. Он всегда относился к нему с подозрением. Меня не удивит, если он заодно с Лебардо Кордоса, потому что за всем этим должен стоять Лебардо. Хуан, успокойся, пожалуйста. Руганье в дело не поможешь. Позже вы согласуете с Оскаром, как противостоять этому иску. Может, с ним что-то случилось, и он не приезжает? Хуан, ты не поедешь в офис? Нет, это важнее всего остального. Дождусь Оскара, чтобы сообщить новость. Посмотрим мы ему лицо, когда он увидит копию иска. Детектив был прав, утверждая, что Камило Монтеро остановился в отеле. Этот мерзавец кричится там от полиции, которая его разыскивает за мошенничество. Я почувствовала ужас, увидев его в нескольких шагах от нас. Боялась даже пошевелиться. На нас все сразу свалилось, Химен. Не только то, что ты мне рассказала, но и то, что имеет отношение к Камилу Монтеро. Не думай об этом. Мама и Фернандо решили заявить на него, так что тебе незачем говорить об этом Хуану. Я не могу скрывать правду от Хуана, потому что это было его несправедливо. Он должен знать, где находится Камила Монтеро. Оскар, ты очень встревожен, переведи дух. Оскар, ради всего святого, не отчаивайся. Я знаю, что эта ситуация ужасна, но ты обязан оставаться хладнокровным. И сдерживать Хуана, который и так импульсивен. Я готова помочь. Поэтому и встретилась с тобой. Лучшее, что ты можешь для меня сделать, это обещать, что никогда не расстанешься со мной. Скажи, что ты прямо сейчас вернешься ко мне. Оскар, не заставляй меня обещать невыполнимого. Я должна быть с мамой. Я не могу оставить ее в такой момент. В любом случае, я с тобой. А когда все образуется, мы снова будем жить вместе. Клянусь. Разве этого недостаточно? Да, полагаю, достаточно. По крайней мере, я знаю, что вернул тебя. И ты снова будешь моей женой. Хоть мы и живем поросли. Химена, ты нужна. Ты даешь мне силы противостоять всем невзгодам. Но она столько свалилась в один момент. Que nunca se me pasó por la cabeza. Столько всего. Синьора Химена. Синьора Химена. Дон Мартина и Донни Габриэлла места себе не находят. Я представляю. Химена, мы с папой хотим поговорить с тобой очень серьезно. Мама, как видишь, я в полном порядке. Со мной ничего не случилось. Ты должна объяснить, что происходит. Мы имеем право знать. Дедушка. Дело не в том, что мы хотим вмешиваться в твою личную жизнь. Но есть вещи, которые ты не должна скрывать. Клянусь, я ничего от вас не скрываю. Но сейчас не время для объяснений, потому что я опаздываю на работу. Мне нужно принять душ и переодеться. Химена. Как бы ты ни торопилась, я требую объяснить, чем ты занималась ночью и почему не пришла домой. У меня и так много проблем, Химена. Так что говори прямо сейчас. Уверена, что ты думаешь о плохом, мама? Что еще я могу думать после того, как прочитала письмо, которое ты оставила на ночном столике? И ты посмела прочитать его, мама? Я беспокоилась за тебя. Мне не нравится, что ты уходишь вечером, тем более, когда есть опасность встречи с Камилу. Химена, с кем ты была? Как ты поднялась письма, я пошла на свидание в салон Диана. С незнакомцем, посылающим письма тебе на радио. С субъектом, который скрывается под кличкой Отшельник. Это так, мама. Я провела ночь с Отшельником в отеле, за городом. Химена, я не могу поверить, что ты так обнаглела. Я тоже чересчур. Мама, мне нечего стыдиться. Мужчина, называющий себя Отшельником, никто иной, как мой муж. Это был Оскар Рейс. Слава Богу, вы приехали, Дон Оскаритов. Вы не представляете, как переживает ваш брат и Донни Софиита. Особенно Дон Хуаниту. Я же не ребенок, чтобы так за меня тревожиться. Ведь я не в первый раз не ночую дома. Они хотят рассказать вам ужасную новость, о чем вы даже не догадываетесь. Какую новость? Пусть они сами вам расскажут, потому что я не знаю, как сказать, но будьте готовы к любому сюрпризу. Значит, он не приехал в офис и не сказал, когда будет? Сеньорит, я Хуан Рейс, брат Оскара, я очень... Не беспокойтесь, он только что пришел. Можно узнать, где тебя носил и почему ты не приехал ночевать? Хуан, перестань меня упрекать, я уже не мальчик. Кроме того, ты прекрасно знаешь, с кем я был. Ты встречался с Хименой? Да, я провел с ней всю ночь, надеюсь, из деликатности. Вы не будете спрашивать о деталях? С ней все прекрасно и вам не о чем беспокоиться. Скорее, ты не будешь беспокоиться, когда узнаешь, что мы сегодня получили. Если ты имеешь в виду Дамиана и Мелиссу, я уже в курсе. Как ты понимаешь, Химена все рассказала, со всеми подробностями. Я знаю, что они брат и сестра, и дети Марухи и Расури. И ты знаешь, что они сделали? Что ты имеешь в виду? Возьми. Прочти сам. Они подали на нас в суд, Оскар. Они подали на нас в суд. Рут, ради всех святых, как ты можешь говорить такой в последний момент? У нас осталось совсем мало времени, чтобы доехать до аэропорта. Посмотри на себя, похоже, что только что встала. Идя, одевайся, иначе вы не успеете на самолет. Я сказала, что не поеду ни в Соединенные Штаты, ни в другое место. Девочка, бог с тобой, это не шутки. Мы столько времени готовились к этой поездке, и в последний момент у тебя начинается истерика. Все упаковано, чемоданы уложены, уже ждут вас в аэропорту. Хватит капризничать, Рут, ты уже взрослая, чтобы так себя вести. Я сказала, что не поеду и не поеду, сколько бы вы меня не уговаривали. Минутку, что с тобой происходит? Объясни, почему ты приняла такое решение? Мы не можем отступить назад. Мама, я не могу объяснить. Я приняла это решение еще вечером, но ничего не могу сказать. Это не причина. Ты должна взять себя в руки и слушать меня. Нас ждет мой кузен Хилберто, и мы должны ехать. Там нельзя оставаться здесь. Если хотите, езжайте без меня. Ты не понимаешь, что говоришь. Я еду ради тебя, только ради тебя. У меня удар хватит. Как это возможно, чтобы все пошло прахом, когда я уже видела тебя в лучших нарядах на Пятой Авеню, практикующиеся в английском, с симпатичными американцами. Я так нервничаю, что даже захотела в туалет. Мама, туалет там, а ты оставь свои глупости, и одевайся. Нам и так придется мчаться во весь дух. Вспомни, чего нам стоило организовать эту поездку. Посмотри на чемоданы, посмотри на комнату. Это слишком безжалостно по отношению к Тетеракелли, к маме. Вы что, не понимаете? Я сказала, что никуда отсюда не поеду, даже если земля развернется у меня перед ногами. И хватит об этом. А сейчас я должна поехать в другое место, с вашего позволения. Я уверена, у нее крыша поехала, потому что это поведение. А я уверена, что она приняла такое решение после разговора с Фернандо. Не зря мне так не хотелось ехать в этот бар. Я должна все выяснить. Почему ты не читаешь? Смотришь на это злополучное искрение, как завороженный. На нас свалило сразу столько проблем, что я не знаю, как быть. Дай мне привести мысли в порядок. Я не могу отчаиваться, как ты, и метаться из угла в угол, словно лев в клетке. Сядь, пожалуйста, ты мне мешаешь. Я до сих пор не верю. Как это возможно, что эта женщина скрывала своих детей? Всякий раз, обсуждая эту тему, мы отвергали такую возможность. И вот тебе и прекрасный друг Дамиан Феррер. Его, оказывается, зовут не Дамиан, а Кристиан. Кристиан. Человек, о котором говорил Лебардо Кардосо. Уверяю, что речь идет об одном из любовников Марухи Расури. Но это был не любовник, а сын. Все это время он смеялся над нами. И готовил почву для этого шага. Нам придется нанять лучшего адвоката, которого мы знаем, чтобы он занялся этим делом. Я уже думал о том, кто может нам помочь. Но сначала хочу рассказать, кого я случайно обнаружил, когда утром выходил с Химена из отеля. Ты был с Хименой в отеле? В том самом, где прячется Камила Монтеро. Я видел его, Хуана. Я знаю, где прячется этот дип. Тебе решать, чем мы сначала займемся. Иском, который может подождать пять дней. Или этим мерзавцем, который может сбежать в любой момент. Вы ее прозевали. Говорите, что позволили ей уйти и не сумели задержать. Вы ни на что не способны. Даже на самое простое. Что мы могли сделать? Она вылетела из дома, когда ты была на кухне с Беннито. Мы даже не успели спросить, куда она пошла. Потому что, когда опомнились, ее уже и след простыл. Господи, вы меня убьете. Нам нужно было следить за ней. У бедняги, наверное, плохо с гновой. Я тебя тысячу раз просила не разговаривать с набитым ртом. Кроме того, я не сторож. С меня достаточно, что поездка пошла прахом после такой подготовки. Почему она не захотела ехать? Может, по вине этого злополучного медальона? О каком медальоне ты говоришь? Что о чем? Нет, ни о чем, ни о чем. Позвоню Габриэле, так как чувствую, что она поехала к ним.